виталий приветствую тебя совместном видео напоминаю для тех кто только подключается к такого рода контента от нас это анализ технически фундаментальный ищем самые интересные возможности с позиции именно виталий находит технические уровни и самые оптимальные точки входа я рассказываю про фундамент и соответственно исходя из фундамента делаю акцент на те активы которые могут быть сегодня интересны на момент эфир сегодняшний день это очень важный для рынка нефти и для канадского доллара почему потому что заседание опек и разумеется решение банка канады по процентной ставке то есть я прям предлагаю сейчас перейти непосредственно к разбору прошлых сделок и вот к тому почему канадец и нефть сегодня будут показывать гиперволатильность с этим как раз и связаны мои а сегодняшние рекомендации идеи так демонстрация рабочего стола так прошлый раз сделка была на по а покупки золота вот к сожалению вот этого шпилькой который буквально 14 вот вчерашний мы достигли стоп-лосса я честно говоря после отбоя от уровня 1800 долларов за троих склонность снова в покупках и рекомендую а в целом тем трейдерам которые интересуются этим рынком рынком драгоценных металлов также как и я видит фундаментальные возможности и потенциал роста этого актива из-за того что реальные доходности по американским облигациям остаются далеко на отрицательной территории золото рассматривать только с точки зрения покупок сами определите для себя вот уровни комфортного нахождения в этих инструментах когда если рынок золота будет валиться вам будет уже не по себе опасаясь за то что убытки могут увеличиться если вам интересна моя точка зрения то опять же если мы находимся выше 1800 долларов за троих склонность здесь только лишь ланги и как минимум их нужно удерживать пока держится планка 1790 не то чтобы сегодня идея по золоту это так просто комментарии возможно те на трейдеры которые еще не торговали золотом но хотят его сделать и нужна была какая-то мотивация так вот друзья считайте что если будет коррекция снова в районе 1800 также можно будет подбирать покупать в расчете на перехай и стоп лосс также на уровне 1790 но может быть чуть пониже вторая сделка это по доллару и иене одну секундочку был с лимит с уровня 110 107 10 мы сейчас находимся чуть повыше целом рекомендую пока что удерживать эти самые короткие позиции мы видим сейчас индекс американской валюты никак не удается выбраться из вот этого нисходящего тренда несмотря на все предпосылки связанные с пандемией ростом напряженности в отношениях между сша и китаем так далее но здесь лучше работать по этому дату активов защитными свойствами иены я ранее рассказывал почему японская валюта может пользоваться более выраженным спросом чем доллар если кому интересно может пересмотреть наш прошлый battle там формация подробнее держим в общем короткие позиции take profit в районе 106 что касается стоп лосса там на уровне 107 50 107 60 ну и что касается сегодняшних торговых идей отмечу начнем давай с бренда сегодня все участники которые спекулируют нефтянкой ждут итоговое решение опек я допускаю что могут немножко потянуть резину и какие-то более конкретные заявления сделать позже может быть даже уже завтра но есть вероятность того что решение будет примут принято сегодня о том ком формате будет действовать сделка опек по сокращению добычи в августе по той информации которые есть сделку могут скорректировать и увеличить добычу на 2 миллиона то есть совокупное сокращение производства будет уже не 9 и 7 миллион а 7 и 7 миллион я считаю что это медвежий сигнал потому что есть риск последующего избыточного накопления запасов которые разумеется на фоне подавленного спроса должны будут повлиять на вот отсутствие балансового состояния рассинхронизацию между спросом и предложением и дать шанс все-таки на продавцам ну хоть на какую-то выраженную коррекцию потому что если анализировать дневки но жалкое подобие на развить какой-то коллекционный откат я думаю что даже медведям уже стыдно за то что им никак не удается и навалиться на рынок нефти но возможно нужен какой-то стоящий фундаментальный триггер и потенциальный триггер сегодня есть поэтому я предлагаю сделку цел 100 по бренду с уровня 42 70 100 пост нужно поставить 43 40 и ждать уже снижение бренда в район 40 долларов за баррель и вторая сделка она отчасти коррелирует безусловно с тем что происходит на рынке нефти потому что для канадца также как например для рубля очень определяющим является этот сектор но канадец сегодня для меня интересен не только тем что рынок нефти может активно ходить и влиять на него канадский доллар сегодня центре внимания из-за того что банк канады проведет заседание в 17.00 по московскому времени и через час 15 после этого даст пресс-конференцию я ожидаю пересмотра прогнозов по экономическому росту в сторону снижения и если снова будет затронута тема сохраняющихся рисков и общей глобальной неопределенности то конечно же банк канады просигнализирует о тех мерах которые дальше могут им использоваться для того чтобы помогать экономике это в любом случае дополнительные стимулы может быть даже будет намек на снижение ставки вплоть до нулевой отметки уже или даже уход на отрицательную территорию или расширение программы количественного смягчения но прежде всего мне нужно и я что продавцы канадцы согласятся лучше всего сейчас полагаться на ухудшение перспектив экономического роста канадской экономики на будущий квартал и слабые инфляционные ожидания поэтому я предлагаю поставить на распродажи канадца а для этого лучше использовать сделку бай лимит с уровня 1.3560 при этом а стоп лосс ставим на отметку 1.3510 что касается тейк профита ждем поближе к уровню 1.3750 виталий слово передаю тебе так видно да всех приветствую так сейчас сделаем разбор прошлых идей как всегда и дадим новые так прошлый раз я говорил о возможных шортах по биткоину пока он скажем стоит на месте но локальные цели он сделал мы общались понедельник где-то вот в этих значениях там в районе там 250 270 долларов локальные цели я ставил минимум это 9100 что мы сделаем мы его сделали и дальше я целился на скажем районе там 9000 и возможно если будем пробивать 9000 на уйдем ниже к здесь идет такой небольшой набор позы возможно из-за того идет такая долгая проторговка обычно так все время биткойн делает вот здесь долго торговался вот здесь перед каким-то падением если она все-таки будет поэтому я советую дальше удерживать данную позицию то есть это будет и в принципе сегодняшняя рекомендация моя продолжение то есть удерживать шорт с 9 200 текущая цена и стоп лосс в районе там 9 500 с ожиданием что мы будем дальше падать это что касается биткоина дальше была у меня идея на продажу евро доллара сел стоп в районе 1.13 вот у нас понедельник что мне повезло что минимум был посел стопу вот если навести вот на этот часовичок понедельник 1.13.00 и 3 то есть по 5 знаку мы скажем не активировали сел стоп и цена ушла наверх я в принципе говорил что евро доллар он смотрится в лонг в понедельник в принципе те кто покупал еще с прошлых рекомендаций был также скажем совет подтянуть стоп в районе 1.12 там 95 вот за этот минимум локальный в принципе кто послушался точно кто не захотел там прямо скажем захотеть шорт я в принципе ожидал что у нас вот этот понедельник закроется хотя бы вот на этих значениях то в таком случае я бы сам даже шортил вот евро доллар но так как он закрылся выше здесь были признаки на то что будет продолжение и мы наконец-то по евро доллару сделали те цели которые еще скажем на прошлых битвах и обзорах советовал здесь евро покупать в районе 1.12 с целями 1.14 и дальше выше на данный момент пока по евро но она лонговая скажем завтра заседание ецб каких-то здесь предпосылок шортить или покупать на хаю у меня нету поэтому пока по данному инструменту явнее рынка конечно мы можем просто отбиться вот от этого хая с текущих или просто еще какой-то ложный и потом уйти вниз на это уже нужно смотреть по факту дальше рекомендации еще мне будет это по доллар франку на шорт евро доллар скорее думаю будет дальше идти наверх вот доллар франк он еще как по мне имеет шансы вот обновить вот эти минимумы поэтому возможно рассмотреть шорт секущих 0 93 90 со стопом за вчерашний хай это 94 там 25 и цели вот эти минимумы получается 93 60 ну такие небольшие скажем а возможно мы и ниже уйдем что касается доллар франка пока каких-то идей сильных по рынку нету все стреляло ну и возможно еще скажем даже вот есть у меня такой скажем какой-то ну агрессивный агрессивная рекомендация это на шорт золото секущих эта цена получается 1807 можно рассматривать шорт но это очень агрессивно со стопом или вот за этот максимум который у нас был в понедельник это 1813 или все-таки закинуть стоп лосс желательно вот за вот этот исторический локальный хай 1818 с надеждой что у нас скажем пройдет излом тренда здесь есть небольшие признаки но это очень очень рискованно в принципе скажем кто желает можно небольшим небольшим объемом попробовать здесь рассмотреть шорт также были вопросы вот в прошлом видео рассмотреть S&P 500 в кратке в кратком скажем таком сегменте скажем вчера я еще думал что здесь возможно вот понедельник был такой слив по всему рынку там S&P Dow Jones NASDAQ неплохо закрылись ниже уровня которого я советовал еще в прошлых скажем битвах рассматривать от этого уровня шорт 31.66 со стоп лоссом вот за этот хай июньский мы его никак не смогли вынести в принципе понедельник снова зашли под уровень но скажем вчера снова выкупили его и плюс я смотрел на индекс страха он тоже делал хороший импульс наверх но вчера снова его тоже подзадавили вниз и поэтому эта модель ломается S&P 500 тоже мне скажем здесь кажется что будут пробивать вот эти максимумы дальше улетать вот прибивать вот этот исторический хай но это пока на данный момент скажем пока шорты здесь ну очень-очень-очень тяжелые скажем в таком понимании понял Италийс ну я так понимаю что ты закончил да 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 пока все спасибо тебе за обширный обзор и крипту и фондовый рынок затронул супер может быть даже в следующий раз с моей стороны также будет рекомендация по фондовому рынку если друзья интересует фундамент и что интересно по нему тоже в комментариях дайте об этом знать Виталий хорошего тебе закрытия недели давай тогда дожидаться уже заседания европейского центрального банка тем более что у тебя работающие идеи еще по евро действительно ЕЦБ завтра в пятницу саммит европейского союза многих считает что именно он станет главным локомотивом движения евро на неделе а уже на следующей тогда пятидневке начнем с того что подведем итоги такого обширного фундамента ну и попробуем снова найти новые сделки друзья всем спасибо за внимание и Виталий тебе не только прекрасного закрытия недели но и хороших выходных спасибо до свидания